Всем привет! Смотрите как восстановить данные с RAID-массива нерабочего нас устройства от фирмы PROMIS. Модель SmartStore NS4300M. Как создать RAID, добавить сетевую папку, включить FTP-сервер и настроить сетевой доступ. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Промис Технологи предлагает продукты, которые варьируются от потребительских устройств до высокопроизводительных решений для хранения данных корпоративного класса, предназначенных для видеонаблюдения центров обработки данных, облачных вычислений и мультимедийных приложений. Что касается сетевых хранилищ NAS, они мало чем отличаются от подобных моделей других производителей. Хранение данных NAS – это неплохое решение в плане сохранности от повреждения и потери информации, так как построено на технологии RAID. RAID хоть и обеспечивает надежный способ хранения данных и доступа к ним, однако NAS, как и все механические устройства, могут выйти из строя, и вследствие вы потеряете данные, так как доступ к массиву будет утерян. Наиболее частые причины – отказ на NAS устройств включать неисправность RAID контроллера, отказ нескольких дисков из массива RAID, неудачное восстановление тома, сбой сервера, ошибки администратора и т.д. При выходе из строя NAS устройства данные остаются неизменными, но без сторонних программ их достать не получится. Далее в видео я покажу, как выбрать программу для восстановления данных с NAS. Для начала давайте разберем, как создать RAID массив. Войдите в интерфейс для управления NAS устройством и слева в разделе RAID массив и файловая система откройте управление RAID массивом. Если нужно изменить параметры существующего RAID, кликните по кнопке «Изменить». Здесь вы сможете изменить уровень массива и добавить к нему дополнительные диски. Изменив параметры, нажмите «Ок», после чего начнется процесс миграции. Это займет некоторое время. Чтобы удалить существующий RAID, откройте раздел «Удалить». Здесь отметьте тот, что нужно удалить и нажмите «Ок». Затем во всплывающем окне введите «Ес» и нажмите еще раз «Ок» для подтверждения. Массив удален. И чтобы создать новый, переходим во вкладку «Создать». Выбираем уровень RAID. Добавляем диски, из которых будет состоять массив. И жмем «Ок». После чего начнется форматирование накопителей. По окончании можно будет продолжить настройку. Теперь давайте рассмотрим, как добавить новую сетевую папку с общим доступом. Для этого в разделе «Файл и печать» откройте настройку общего доступа к файлам. Здесь перейдите во вкладку «Создать». Выберите то, на котором ее нужно создать. Задайте имя. Установите отметки напротив файловых систем, в которых она будет использоваться. А затем нажмите «Ок» для подтверждения внесенных настроек. Новая папка успешно добавлена. Теперь давайте активируем FTP сервер и настроим сетевой доступ. Для этого открываем раздел «Настройки общего доступа». Здесь выбираем том, папку, для которой нужно установить разрешение. И устанавливаем соответствующее разрешение. ОК. Далее нужно активировать службы сетевого доступа к диску. Откройте управление протоколом и активируйте здесь нужные службы, просто нажав «Включить». Для дополнительной настройки откройте соответствующую вкладку. Завершив настройку, вы сможете подключиться к сетевому хранилищу и записать данные на диск. В данной модели устройства нет функции сетевой корзины, поэтому при случайном удалении файлов просто вернуть из корзины не получится. При случайном удалении файлов с диска NAS устройства, форматировании накопителя, неправильной настройки и другие ситуации с потерей данных или пропажей доступа к сетевому диску и повреждения RAID массива, восстановить информацию вам поможет специализированная программа для восстановления. Потому как большинство устройств NAS работают на настроенную версию операционной сети мы Linux, и форматирование жестких дисков происходит с использованием файловых систем EXT, а управление системами RAID в большинстве из них основаны на двух технологиях – MD-ADM и LVM, и при подключении их напрямую к ПК с операционной системой Windows их не удастся прочесть. Чтобы прочесть диски и достать информацию с них, воспользуйтесь проверенной утилитой для восстановления данных с NAS – Hetman RAID Recovery. Программа поддерживает большинство популярных файловых систем, технологий построения и типов RAID, и в большинстве случаев в автоматическом режиме соберет разрушенный RAID. Для того чтобы достать из дисков данные их нужно достать из нерабочего NAS устройства и подключить к компьютеру с операционной системой Windows. После загрузки системы откройте управление дисками и проверьте определились ли они в системе. Операционная система может предложить инициализировать и отформатировать накопители для получения к ним доступа. Ни в коем случае не делайте этого, так как в результате вы можете полностью затереть оставшуюся информацию. Hetman RAID Recovery в автоматическом режиме определит диски, вычитает из них служебную информацию и соберет из них разрушенный RAID. Программа определила и отображает RAID массив вверху менеджера дисков. Здесь отображается один общий накопитель. И ниже отображены его разделы. В связи со спецификой построения RAID на данном типе NAS хранилища программа отображает раздел в отдельной строке разделы RAID. Этот раздел построен на файловой системе X3. Если программе удалось определить файловую систему данного раздела, то вы сможете проанализировать его быстрым сканированием. Это займет намного меньше по времени, в отличие от полного анализа. Для запуска поиска файлов жмем по разделу правой кнопкой мыши «Открыть». Затем можно выбрать тип анализа. При правильном построении массива будет доступно быстрое сканирование. Для запуска поиска утерянных файлов жмем «Далее». Ждем окончания процесса. И по завершении, чтобы перейти к результатам поиска, жмем «Готово». Посмотрев результаты, мы видим, что программа нашла все файлы, которые были записаны на этом массиве. Все удаленные файлы имеют соответствующую отметку в виде красного крестика. Остальные это те, что остались на дисках массива. Для восстановления отмечаем те, что нужно вернуть и жмем «Восстановить». Выбираем накопитель, куда их сохранить и указываем нужную папку. А затем «Восстановить» и готово. После переходим по указанному пути и проверяем наличие файлов. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.